Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, перед вами новый свеженький выпуск рубрики Разоблачение фейков в паб мобайле, который мы с напарником проверяем, а главное разоблачаем различные видосы по пабгу со всего тиктока, а эти ролики присылают нам наши подписчики, отмечая меня под ними, так что если вы нашли странный ролик, тегайте меня в комментариях и скорее всего он точно попадет в выпуск. И да ребят, я знаю что вам очень нравится когда ролики выходят часто, поэтому в последнее время стараюсь выпускать побольше видосов, если вам не сложно, то в качестве ответочки жду от вас лайк под видео и любой комментарий в поддержку канала все это очень хорошо продвигает ролики, так что заранее вам большое спасибо, ну а мы начинаем выпуск В пабжи мобайл вышло новое обновление, и под него хотелось бы повыбивать различные скинчики из рулеток но как пополнить юси если через игру их купить не получается я нашел способ как приобрести игровую валюту игрокам из россии, это сайт playrock.com чтобы смело крутить рулетки мне нужно 660 юси, а на playrock их можно купить максимально дешево и безопасно ведь в честь нового года на сайте действуют очень щедрые скидки, так как же купить юси? нажимаем на ссылочку в описании, переходим на сайт и выбираем нужную вам сумму оплачиваем любым удобным способом, вводим игровой айди и ждем несколько минут и вот купленную юси уже на аккаунте, подтверждаем покупку и бежим тратить юси playrock это более 400 тысяч отзывов с рейтингом 5 звезд и моментальное получение игровой валюты через айди без входа в ваш аккаунт попал у себя в честь нового года и купи юси на playrock.com по очень хорошим скидкам ссылочка в описании, а мы продолжаем первый видос конечно же из тиктока и отмечали под ним меня довольно часто на первый взгляд это стандартный тдм геймплей, но давайте посмотрим внимательнее, обсудим и полетим проверять объясняю для всех, тут значит у типа второй шлем вот и в него как бы ваншотит и сковорода и м24 которая типа в руках была, но у типа минус 50% у шлема и как бы его не убило то есть его как бы шлем засейвил от убийства и это как бы что-то нечисто тут идем в монтаж и у Челленс имели был третий шлем либо вот что-то тут наколдовано надо одновременно попасть и сковородой и выстрелить? но тут что-то одно попало, надо будет проверить ваншотит ли с такого расстояния м24 и ваншотит ли сковорода ну это легко, ну давай проверим, но я сомневаюсь в подлинности данного видео ролика мне кажется у него был третий шлемак просто и все, во второй было скорее всего и то и то бы ваншотнуло поэтому думаю фейк, заочно, такой проверим давай 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 вставай тогда сюда, у тебя второй шлемак на месте? второй шлемак на месте, да ну вставай сюда, ты должен стоять ты нам продемонстрируешь, что у тебя шлемак все-таки стопроцентно не накосывая вот я скинул его, вот он он ага, вижу, все, одевай подобрал, одел, все и вот стой прямо именно тут, потому что я буду тебе прямо... так вот я и стою, вообще не двигаюсь давай, вот все, замерли может сейчас я буду тебе по голове целиться ну-ка, ну-ка, ну-ка так так не попал это я спугнул тебя вот м24 ваншотит то есть он уже не вес м24 попал уже бред какой-то начинается вставай, вставай опять на позицию так так день половина хп у меня почти что снялось но тебе не по шлему, да, наверное, попало половина шлема, а вот они мои лежат а, да ладно вот так вот и произошло слушай, как на видосе прям, кстати да, получается, что так короче, да видимо он все-таки сковородкой попал ему по башке и все вот так вот случилось давай еще разочек закрепим я прям постараюсь прям по башке тебя зарядить не знаю, я вообще думал, что он реально баншотит второй шлем что-то странно я это ошибился долго целился ты о-о-о, понятно, заехал по макушке к соседу улетело, эй как так, я ж на тебя метился вот да по башке, да, прилетело опять да, по башке, да, шлем короче, да все-таки это не фейк реально он сковородкой по нему заехал и как-то попал вот отсюда с такого расстояния очень-очень солидно, кстати да, пользуйтесь, если надо кому-то то да, ради бога все-таки мужик очень успешно смог зарандомить сковородкой но все же склоняюсь к тому, что ролик является обычной постановой тем не менее, ставим ему не фейк и летим далее а вот во втором видосе у нас поднимают вечную тему с фпс и влиянием его на игру давайте посмотрим, что будет на этот раз но затем, конечно же, полетим разбираться лоу это настройки лоу, да? да, это фпс лоу то есть он прокатывается он прокатывается вниз, попадает в текстуру, засасывает его, да? сносит треть хп, а прокатываясь 90 фпс, сносит все хп ну слушай, мы проверяли подобное в ЧБЕ, по-моему, или фейках даже с Артемом было, было, помню тут реально влияет и езда, и стрельба на фпс точнее фпс влияет на эти вещи поэтому я думаю, это не фейк, это реально работает может просто тут гиперполизировано сильно может это чуть-чуть меньше различается ну давай посмотрим, мне интересно очень давай проверим, прям реально интересно без этого, без всякого как будто тебе не интересно просто как будто ты просто сказал иногда бывает интересно, иногда бывает очень интересно так отключаю графику, значит это получается, частота кадров ставлю низко ой-ой-ой, как это плохо выглядит ладно, пробуем половина ровно ну я херово попал отхиль сейчас давай половина ровно, прям ровно половина сейчас еще давай мне касс можно тебя убить давай прям децил оставил прям вот совсем маленький писюлечка прям вот так вот децил прям оставил так сейчас давай скажи когда фул будешь давай ааа больше оставил на один тык на одну тычку ты оставил сейчас последний раз попробую и ставлю нормальный фпс давай 1 одну тычку опять остака блин у меня прям такой хруст был, как будто я тебе бошку снес ну ладно смотри, на эмуле у нас нету 90 фпс поэтому будет 60 я думаю это все равно достойно потому что скорость стрельбы должна увеличиться по-хорошему давай попробуем да получается из такой логики ты сейчас меня должен убить сейчас тебя должен прям сразу легко убить да, даже по сути попадая мимо давай давай половина, ну ровно половина ты попал наверное полтора раза по мне ааа так, окей скажи когда давай во ну кстати два раза ты по мне попал сколько вот я заметил два шота дал и я откис слушай ну в принципе вот по ощущениям мне кажется только так надо будет определять ну реально полегче стрелять ну понятно как фпс получше так ну вот довольно легко можно прокатить что-то было сейчас но получается что работает давай теперь подтвердим еще раз ставлю низко ну видишь не убиваешь оставляешь мало ну прям сейчас осталось прям вот совсем чуть-чуть и заключительный давай ну чуть больше оставил ну короче ребята это я думаю реально работает потому что мы проверяли это прямо на контактах выстреливали там линию такую то есть скорострельность реально выше когда у вас больше фпс как и скорость на транспорте как бы тупо это не звучало это реально так работает так что не фейк советую играть на мощных устройствах как мы можем убедиться и в этом случае и в предыдущих проверка фпс все таки влияет на скорость стрельбы ровно так же как и на скорость транспорта так что ролик не фейк и да буду капитаном очевидностью но лучше всего играть на самом высоком фпс на очереди третий видос и кто бы мог подумать с очередным мировым рекордом в пабге судя по описанию речь пойдет про дальность полета так что не затягиваем смотрим и проверяем получается максимальное расстояние которое можно пролететь на парашюте и у чала получилось 2870 метров думаю что не фейк потому что если вообще не трогать парашют то есть его открыть и просто ну типа кнопочки никакие особо не нажимать то он парашют то может очень далеко улететь я думаю не фейк очень похоже мне кажется булшит потому что викиджек я для нас проверял проверял в пк пабге там 2000 максимум было то есть два километра ровно поэтому мне кажется что нет мне кажется что долетит я думаю фейк попробую нажимай давай давай сейчас я тебе прыгну на 3000 километров давай 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 так ну смотри давай прямо с точки вот выпука будем брать с приморска получается получается метку ставим на точке выпука да и полетели да 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 и смотрю на сколько она удлинится то есть я максимально даже типа вот постараюсь замедлиться хотя не знаю что скажешь что надо было нажимать в типа вперед но мне кажется что типа дело вообще не в этом ну давай смотрим ладно вот уже 200 метров практически есть ну вот смотри у меня сейчас я приземлился у меня 1854 метра я сейчас 150 метров мне осталось падать я 1700 сейчас вот прилетел ну давай зафиксирую сколько у тебя будет потом можем перезайти еще разок сделать у меня вот есть другая идея как можно еще чуть выиграть но опять же я думаю там не больше 2000 получится приземлился 2032 метра ого все нормально у тебя а ты как ты как летел это просто вы нажимал я в нее я не нажимал я иногда спамил чтобы у меня немножечко заваливался персонаж типа вперед а слушай нормально кстати типа вот потихоньку я не совсем его прям зауглил и жал прям без остановки W а просто немножечко иногда балансил теперь падаем в обратную сторону получается да получается так сейчас для достоверности надо прям замерить центр этой точки ну вот кстати сейчас хороший у нас хорошая направленность мы типа с горы будем лететь в самую низину так что хочу проверить ага слушай если W нажимать то скорость такая же как и на S но ты летишь вперед прям очень жестко ага и тем самым выигрываешь 200 метров погнали чё ковылять сейчас будем 2459 метров ну все таки есть правда в этом есть можно ты думаешь все таки можно ну при каком нибудь попутном ветре в положении самолета попутного ветра ты бы сразу звезды в зенит там куда нибудь в арсенал попали там в локомотив чтобы переехал их там чтобы нормально все было ну можно можно давай короче на суд подписчикам отдадим я вот все таки склоняюсь что нет нельзя то есть мне кажется можно напишите пожалуйста в комментах но учиться второго раза ты прилетел почти что туда куда нужно ну типа ну 200 метров ты не долетел ну может тебе ветер в морду дул ты же не почувствовал ну давайте да учитывая этот факт поставим ролику не фейк а вы напишите в комментариях все таки можно так или нет я думаю чел чуть-чуть приврал возможно чтоб его там на коменты там забатить зрителя или что-то такое но доля правды в этом все таки есть по моему мнению да да пишите в комментариях ваше мнение так что ребята оценку отдаем на ваш суд буду ждать ваших комментариев по этому поводу ну а предварительно оставим ролику оценку не фейк и последний небольшой так скажем бонусный видос на сегодня без лишних слов давайте его посмотрим и быстренько проверим это японский что ли? не знаю или корейский или китайский вариантов много в принципе мне кажется это японский так подожди чуть не выкупаю в чем прикол это аэродроп что ли? да он тебя прыгает и там готовый дроп лежит под причалом а даже метки есть ага аааа типа во всех этих пяти метках или в одной из? ну походу во всех слушай ну мне кажется чисто какая-то китайская или японская фишка я не знаю вряд ли это у нас есть но на всякий случай можно чекнуть ну давай глянем давай давай так ну это было на ферри пьер давай проверим что там подарок лежит новогодний или нет и тоже видишь непонятно типа он появляется в одном из этих пяти мест рандомно каждый раз или во всех пяти он появляется? очень много вопросов может быть надо было японский язык все таки еще хотя бы со словариком попереводить ну возможно смотрят японцы если что ребят напишите пожалуйста аааа слушай да у нас здесь это перестройка уже вообще оооо это получается старый паб какой-то да да ну там как бы есть он какой-то пирс похожий но это по-моему не тот который был изначально получается что обман не не ребят отсутствует даже можете не проверять подобное это прям что-то вместо местное такое локальное я думаю это не фейк именно в китайском но у нас это не робит так что безоговорочно но нет такая тема работает точно не в нашем пабге так что безоговорочно ролик получает оценку фейк ну а на этом у меня сегодня все такой вот получился видос если вам понравился и был для вас интересным и полезным ставьте обязательно лайки пишите комментарии в поддержку канала а также подписывайтесь с вами был я Илья Кейсеникс и Артем Вайс всем удачи всем пока и до скорых новых встреч